Во время каникул школьники могут заниматься любимым делом дистанционно. Чебоксарский дворец детского и юношеского творчества предоставляет такую возможность. Нужные информационные ресурсы и ссылки можно найти на сайте Дворца творчества в специальном разделе. В ближайшее время онлайн-занятия начнутся по спортивным и техническим направлениям. Мы постарались проинформировать всех наших обучающихся и родителей. По мере возможности, конечно же, наши обучающиеся подключаются к этим занятиям и достаточно активно присоединяются к этой работе. Первые дистанционные мастер-классы по оригами и бумагопластике уже состоялись. Онлайн-занятия проходят в формате видеоконференции через скайп. Итак, смотрите, я покажу сперва крупный цветочек. Мы с вами берем небольшой кусочек пластилина. Вы можете потренироваться, а можете просто посмотреть. Во Дворце не стали отменять даже традиционные мероприятия. Так, участники республиканского конкурса «Юмах Тинджи» читали дома стихи на русском и чувашском языках, а видео прислали в жюри. Итоги конкурса «Семейный альбом», посвященный 75-летию Победы, тоже подвели дистанционно. В нем приняли участие более 200 учеников из 35 столичных школ. Нам очень приятно понимать, что детям действительно интересна эта важная тема. И они с удовольствием участвуют в этих конкурсах и помнят наших предков. Новый формат позволяет учащимся оставаться активными участниками образовательного процесса. Возможно, все зависит от ситуации. Дистанционное обучение продолжится и после весенних каникул. Богдана Дойникова, Бахтияр Вилеев, Республика.